Здравствуйте зрители и подписчики! Сегодня хочу вам показать свой самодельный инкубатор. Сделал я его в том году для вывода перепилов. Инкубатор сделан из старого советского морозильника. Небольшого такого. Наверное на 50, на 30, на 45. Так, 45, высота 50, так где-то 30 будет, может 35. Инкубатор сделан буквально за пару часов. Он такой вот небольшой. Сейчас немного уберу планки здесь у меня так. Здесь стоит китайский термодатчик, терморегулятор. Вот через дырешку сверху опущен датчик туда, внутрь инкубатора. Температуру я выставил нижний порог 35, верхний 37. В среднем выходит 37 и 5. 37 где-то, ну так. Так, сейчас инкубатор показывает 36, но на градуснике у нас, как мы видим, плохо видно. Ну 36, почти 37. Наверное надо немного порог поднять на 1 градус. Буду залаживать вот яйца сейчас, куриные. Я знаю, что за порода, но куры, эти вот что ложу, это красные. Куры, их яйца более крупные. Ложим их в инкубатор. Так. А вот это яйцо. Более крупные куры сами по себе, но яйца мелковатые. Это куры с перами, с перьем на ногах. Что за порода, не знаю. Ну вот это от красной куры яйцо. А вот это вот от куры белой и перьевых на ногах. Так. Заложу я сегодня вот сколько вышло. У нас 4 яйца. 5, 6, 7 яиц. Снизу стоит ванночка с водой. Здесь у нас кулер от компьютера. Кулер от компьютера. Снизу стоит решетка. И лампочки две. Лампочки с малым цоколем. Вот, если видно снизу. С малым цоколем фарфоровым. И на 40 ватт. Одна на 40 и вторая на 40. В общей сложности получатся 80 ватт. Сверху полочка. Также с нержавейки. Приклеен пенопласт вот. Чтоб держалось. Выводил я в том году уже перепилов здесь. Пару выводков. Ну не очень так, чтобы удачно. Но вылились все-таки. Вывод был. Склеен был он клеем. Я сразу склеил. И включил температуру. Так он поплавил мне пенопласт этот клей. Клей вроде как и по пенопласту. Но он его все равно сплавил. Вот видно. Внутри окошко сплавлено. Так и везде. Ну температуру инкубатор держит нормально. Сейчас я положил яйца. Подниму порог температуры. Нижний поставлю 36. Верхний 37. В среднем выходит где-то около 38 градусов. Думаю может не повредить. Что-нибудь да выведется. Так, будем ждать вывода. Дверца сделана с двух частей пенопласта такая вот. Пенопласт пятерка. Я его склеил между собой. Это сейчас вставляется у нас внутрь. А это наружи прикрывает. Снаружи. По периметру дверцы стоит такой вот уплотнитель резиновый. Закрываем инкубатор. Просто так вот прижимаем. И он плотненько закрывается. Если видно. Слотно закрыт везде. Сейчас поднимаем порог нижний до 36. Вот выставилось. Верхний порог 36. Так, 38 градусов. 36, 38. В среднем получится у нас 37 и 8, 37 и 7 где-то. Если выставить температуру например 36 и 37, то так как малый промежуток и фарфор нагревается и решетка и сам инкубатор то она ползет вверх до 38. А вот когда 36 и 38 тогда у нас получается что температура держится в пределах 38 градусов. не перегреется. Кулер питается от такого блока небольшого. Не видно. Плохо видно. Так, блок 110, 240 вольт. Выход 8 вольт. 200 микроампер. Китайский. Но на кулер хватает. Сама плата питается у нас от блока с универсальной зарядки. Заражать аккумуляторы пальчиковые размера АА и 3А а также крон. Он такой массивный, хороший. Не перегревается сколько работает во время выведения это 21 день перепела амота меньше были. Ну блок не греется. Такой качественный хороший блок. Вот такой инкубатор. Сзади вот он выглядит так. Здесь это вентиляция отверстия. Ну покуда открыю второе одно и второе отверстие открыю. Потом позже посмотрю что у нас по температуре чтобы не скакал особо. это вот питается один выход на лампу второй на лампу выход. Два выхода на две лампы. Думаю потом переделать кабель на кулер. Сейчас у меня через дверцы сюда неудобно сделать отверстие под него или через заднее вентиляцию завести внутрь. Ну вот будем ждать будем ждать вывода куриных яиц цыплята через 21 день покажу вам результат что у меня получилось. Спасибо за просмотр смотрите мои новые видео до свидания